Сегодня в России отмечают День оружейника. Дата 19 сентября была выбрана не случайно. В этот день вспоминают Архангела Михаила, православного покровителя воина, убьющихся за правое дело. В Рязани оружейное дело имеет давнюю историю и свои традиции. О них расскажет моя коллега Елена Макарова. Долгое время границей русских земель было Рязанское княжество. Обороняя свои территории, свое население, у Переславля Рязанского был свой оружейный арсенал. Находился на территории зеленых палат, которые были расположены на месте современного Успенского собора. Именно неугасимый фитиль войны на беге татар и был фундаментом Рязанского оружейного дела. Именно тех оружейников история не сохранила, зато остались места, где могли селиться мастера. Во-первых, в Кремле. Оружейник был не просто кузнецом и всегда должен был находиться ближе к князю, говорят историки. Второй топоним – улица Затинная. Одно из толкований гласит – люди, ее населявшие Затинщики, то есть казаки или стрельцы. Сегодня все, что рассказывает о развитии оружейного дела в Рязанской области, собрано в музей-заповеднике. В Рязанском княжестве очень хорошие мечи, которые обладали гибкостью, но и в то же время очень были прочные. С удовольствием покупали и на Западе. С помощью кузнечной сварки достигали даже такого своеобразного эффекта самозатачивания меча. Рязанские мастера готовили оружие исключительно из болотной руды, собранной на своей земле, что не мешало делать в Солисе, кольчуге, бердыши и прочее оружие высочайшего качества. Полное модирование русского воина 14-15 веков могло весить до 40 килограммов. Все изготавливалось вручную по несколько месяцев. Например, на жемчужину этой коллекции кольчугу 14 века, принадлежавшую князю Олегу Рязанскому, ушло предположительно 600 метров проволоки. Вердимся хотя бы тем, что вот эта вот кольчуга, которая так сложно изготавливалась, принадлежала такому известному человеку, у нас находится в музее именно. Она долгое время находилась в Солочинском монастыре, висела в надгробнице этого князя. Со временем, как и всякие старые вещи, она даже обросла легендами. Сегодня былиной стало и само оружейное дело. Развитого производства в Рязани так и не случилось. Со временем переслала и перестал быть окраиной юго-востока Руси. Татары уже не совершали свои надеги, и оружейное ремесло потихоньку угасло. Однако сегодня в Рязани, благодаря энтузиастам, нередко можно увидеть исторические сражения былых времен, где каждый элемент амуниции воинов сделан согласно древним техникам. Елена Макарова, Евгений Леонов, Вистер, Рязань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова